Салам алейкум, я из Дагестана и работаю в полиции Санкт-Петербурга. Как ты думаешь, это предательство своей родины? Путинскую власть ненавижу всей душой. Я не знаю, что у тебя в голове. Как это ты так ненавидишь путинскую власть и работаешь на неё? Тут получилась такая неприятная ситуация для Иудова. Сам Кадыров, чуть позже после этой записи, начинает рассказывать нам, я уверен, что абсолютной небылице неправду, но тем не менее он сам утверждает, что он, оказывается, тоже носил подобные пояса. Салават. Как относишься к Дмитрию Муратову и новой газете? Ну как, с уважением отношусь в целом и к газете, и к Дмитрию Муратову. Не значит, что я с ним во всём согласен. Понятно, что он иногда может высказать мысли, с которыми в корне невозможно согласиться. Понятно, что он, хоть он и считает себя экспертом в вопросах Чечни, хоть он и действительно во многом разбирается гораздо лучше, чем даже многие, занимающиеся нашей республикой. Но в то же время у него, конечно, во многом абсолютно неправильное видение. Но надо понимать, что это всё-таки российский журналист, это главный редактор российского издания. Но у него может быть свой взгляд личный, во-первых. Во-вторых, он может быть не в курсе многих моментов. Даже Милашина, которая очень плотно занимается нашей республикой и очень хорошо разбирается во многом, что даже она иногда говорит такие вещи, которые, ну, понятно, что она как бы не понимает их. И её вели, кто-то вёл её в заблуждение. Она может озвучить, допустим, какое-то видение или мнение, которое на самом деле является очень редким в нашем народе. Но в целом они делают полезную работу и отношение к ним, конечно же, уважительное. Когда просто у нас многие привыкли к тому, что если ты говоришь, что кому-то ты относишься уважительно, то ты как будто бы подписываешься под каждым его словом. Нет, мы можем во многом с ними спорить, в чём-то с ними не соглашаться, но когда они делают полезную работу, невозможно их за это не уважать. Рамзан Ахматович намного моложе Владимира Владимировича. Как думаешь, что планирует делать Рамзан Ахматович, когда Владимир Владимирович так или иначе уйдёт? Я думаю, сердце Рамзана Ахматовича не выдержит уход Владимира Владимировича. И если тот уйдёт в ящик, то Рамзан Ахматович, наверное, тоже ляжет вместе с ним в ящик, в обнимку. Их похоронят вместе. Томсо, тебе нравится Швеция? Менталитет местных, архитектура. Как относишься к гендерно-нейтральным детским садам? Так, Швеция мне нравится. Менталитет местных, ну я не сильно знаком, наверное, с этим менталитетом местных. Что касается архитектуры, да, нравится. Всё классно в этом смысле. Как относишься к гендерно-нейтральным детским садам? Я даже не знаю, что это гендерное. Ну, я примерно понимаю, о чём ты говоришь, но я не слышал, чтобы в таких детских садах наши дети, по крайней мере, были. Поэтому я ничего о них не знаю. Томсо, как вернуть репутацию мусульман? Смотрю тебя дома и на работе. И когда люди тебя видят, или когда ты говоришь про Аллаха, или кто-то ушёл с шахидом, люди спрашивают, что за террориста ты смотришь? Ну вот мы, ну я в частности работаю над тем, чтобы этих стереотипов у людей не было. Конечно, я не буду так думать, если это поколение, которое было взросшено на такой пропаганде, им по телевизору постоянно рассказывали про чеченский след, про исламский терроризм, про исламистов, про что-то ещё вот бородатых постоянно показывали. И это всё, разумеется, на подсознании где-то откладывается у людей. Как раз я и пытаюсь эти стереотипы уничтожить. Саламу алейкум, я из Дагестана и работаю в полиции Санкт-Петербурга. Как ты думаешь, это предательство своей родины, путинскую власть, ненавижу всей душой? Я не знаю, что у тебя в голове, как это ты так ненавидишь путинскую власть и работаешь на неё, являешься её руками, её карательной рукой, которой они карают всех тех, кем они недовольны. Как это ты так, как это умещается в тебе? Объясни это, пожалуйста. Конечно, это предательство. Конечно, ты не можешь работать, будучи дагестанцем, ты не можешь работать в российской полиции, в российской армии. Ты не можешь этого делать, разумеется. Ты должен уйти оттуда. Я тут хочу высказать респект Иудову за очень мощную речь. Он, оказывается, неплохо так прошёлся по Рамзану Кадырову, по своему падишаху. И я даже немного поменял своё мнение о Иудове. Давайте для начала посмотрим этот ролик. Иудову. Что? Поехали. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом своем выступлении Иудов характеризует Дока Умарова как труса за то, что Дока на одном из последних видео, которое попало в руки к кадыровцам, он говорит сидел с двухкилограммовым поясом шахида, так называемым. Со взрывчаткой на своем поясе. Иудов говорит, что это очень недостойно, что это признак его трусости, что якобы он носит этот пояс, чтобы не попасться в руки в плен, не попасться живым. Потому что если он попадется живым, то он боится вопросов, которые ему будут задавать, его спросят, почему занимался вот этой деятельностью, и у него не будет ответа на этот вопрос. И он боится, говорит, этого вопроса, поэтому он намерен себя убить. И далее, продолжая эту свою мысль, он говорит, здесь вот сидят у нас богословы, где, он говорит, в исламе сказано, что человек может себя убить, подорвать себя, чтобы не попасть в руки. Наоборот, ведь говорит, ислам порицает это и говорит, что если человек совершит самоубийство, то он попадет в ад. Но тут получилась такая неприятная ситуация для Иудова. Сам Кадыров, чуть позже после этой записи, начинает рассказывать нам, я уверен, что абсолютной небылице неправду, но тем не менее он сам утверждает, что он, оказывается, тоже носил подобные пояса. И он это неоднократно рассказывает. И вот как раз в этом видео приведены два случая, где он говорит, что с Аминой на поясе, он, значит, поехал там куда-то, и говорит, что это, мол, тогда мы его относили, это было время, когда мы ходили, говорит, с минами, чтобы внимание, чтобы не попасться живым в руки, не попасться в плен живым. Именно то, за что порицает Иудов Умарова и называет его трусом, и говорит о недопустимости по исламу, от подобного рода ухода из жизни, то есть убить себя, чтобы не упасть в руки, он говорит, это недопустимо. Но твой же падишах, Иудов, оказывается, ну, он так сам утверждает, носил пояс. Хотя и ты, и я, мы с тобой оба прекрасно знаем, что он никогда его не носил. Что у него никогда в жизни не было такой подобной ситуации, когда ему пришлось бы нажимать на кнопку этого пояса. И ты, и я, мы с тобой оба знаем, что у него никогда не хватило бы духа нажать на эту кнопку. Понятно, что он лжет, но он это утверждает, Иудов. Что теперь с этим делать? Как ты будешь выруливать из сложившейся ситуации? Ты оказался в очень тяжелом положении. Давай, ответь нам как-нибудь на эту дилемму. Своим сторонникам это объясни, ведь есть люди, которые тебя слушают, тебя уважают наверняка. Они тебя послушали и решили, что вот этот вот пояс, взрывающийся пояс, что это признак трусости. Теперь объясни своим сторонникам, почему Кадыров по твоим же меркам не трус. Мы ждем Иудов. Субтитры создавал DimaTorzok